Всем привет, я Влад и это магазин Попади в Десятку. А это оптический прицел, который сегодня у нас на обзоре. И это VOMS PILAT 4х32LGG. Вот такой вот черный, российский, кстати говоря, прицел. Все правильно. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и напишите свой комментарий, чтобы помогать нашим видео в продвижении. Итак, поставляется он вот в такой вот коробке. От коробка до коробка в целом. Помимо всего прочего, да, здесь, конечно же, обязательно есть руководство по эксплуатации, в которой на самом-то деле очень много хорошей, нужной информации. Очень хорошая, кстати говоря, инструкция. Мне прямо она на самом деле нравится. Помимо всего прочего, конечно же, здесь есть крышки. Крышки пластиковые, здесь крышка открывается вот так педалькой. Прикольно. Об остальном расскажу дальше. Прицельную сетку обязательно вам продемонстрирую. Ну и по подсветке сориентирую. Погнали. Интернет-магазин, попади в десятку. Прицел изготовлен российской компанией VOMS. Материал корпуса алюминий, длина его 274 мм, вес 545 грамм. Диаметр линзы объектива 32 мм. Рассматриваемый прицел имеет расположенную во второй фокальной плоскости крестообразную прицельную сетку. Посадочный диаметр у данной модели 30 мм. Кратность здесь фиксированная. Это 4, поэтому изменить ее не получится. Что насчет подсветки? Есть ли подсветка? Подсветка-то есть. Но я не знаю, на самом деле. Я постараюсь, конечно, показать вам ее. Но здесь штука в том, что эту точку очень сложно уловить камерой. Но для того, чтобы вы понимали, как выглядит подсветка, это точка в самом перекрестии. Все. То есть, это вся подсветка. Но в целом, на самом-то деле, это и не сказать, что прям плохо. Потому что не все пользуются подсветками. И люди не очень любят, когда прицел засвечивается. Таким образом. Итак, если говорить про подсветку, давайте расскажу вам про то, за что отвечает каждый отдельный барабан. И что вообще в этом прицеле можно отстроить и настроить. Есть вот барабан для того, чтобы подсветку менять. Выключать, менять уровни интенсивности. Все в этом духе. Он находится на верхней стороне окуляра. И что, конечно же, очень приятно. Батарейка в комплекте идет. Ничего не нужно покупать дополнительно. Классно. Для диоптрийной отстройки у основания окуляра также есть барабан. Довольно-таки все стандартно, да, пока что. Дальше идем. На верхней стороне и правой стороне узла управления находятся барабаны, которые отвечают за регулировку прицельной сетки. Где верхний барабан отвечает за отстройку по оси Y, а правый барабан за отстройку по оси X. И опять же, снова все довольно-таки стандартно. Но стандартно не значит ведь плохо. Такой вот оптический прицел. И если вдруг сейчас у вас возник вопрос, а где же взять-то его? Так, а давайте я и подскажу. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте. И сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий. И оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. Обзор на этот замечательный оптический прицел подходит к концу. И если он вам понравился, то обязательно напишите что-нибудь про него. Ну а если не понравился, то тоже напишите в целом, почему бы и нет. Также ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и вдруг я что-то не сказал, обязательно спрашивайте об этом в комментариях. Обо всем расскажем, на все ответим. Я же с вами прощаюсь. Всем спасибо, пока и до новых обзоров.